Привет, что делал. Дело было так, пишет мне Антон. Ну, как обычно, подписчики меня пишут, и это обычно не к добру, но бывают и полезные, конечно, истории интересные. Это одна из них. Пишет он мне, вот у нас гитарная мастерская, 4 Features называется, мы делаем гитары, хочешь и тебе что-нибудь сделаем. Ну, я не будь дурак, согласился, конечно же, но, конечно, придумал что-то свое с заковыркой, и вот они сказали, что за 2-3 недели сделают. Я вот не верил в эти сроки изначально, потому что это на самом деле долго, делать кастомную гитару, там много всяких вопросов по комплектующим и так далее, в общем, все может пойти не так. Прикол-то в том, что они мне написали 23 февраля, и, как мы видим, не только Антон думал, что за 2-3 недели управится. Ладно, простите мне это. Короче, смотрите, сегодня я забрал гитару. Он мне сказал, заберешь гитару, обязательно подъезжай на машине, и обязательно, чтобы у тебя были плоскогубцы и отвертка, иначе ты ее никогда не увидишь, не достанешь. Я думал, что же они там за упаковку устроили, даже я офигел, но я сейчас покажу. Опа-на! Это нахрен гитарный гроб. Вот у нас тут логотип. Custom guitars for features, как вы поняли. F, F. Я думаю, основную часть видео мы будем пытаться открыть этот ящик. Нет, тут здесь есть петли, и есть вот такие замки. Но я думаю, все не так просто. Думаю, здесь все прикручено нахрен намертво какими-то саморезами. Но делать нечего, давайте попробуем, откроем. У меня для вас идея для офигенного подарка себе или близким. Mozabrik — это бесконечный фотоконструктор. С помощью него можно собрать любую картину по фотографии в стиле пиксель-арт. А если надоест, то разобрать и собрать что угодно другое. В комплекте маленькие элементы конструктора разных цветов и основа. Надо просто отсканировать код в инструкции, загрузить любое фото на сайт, и ты получишь схему для сборки. И можно собирать вместе с друзьями, ведь интерактивная схема на телефоне синхронизируется сразу на нескольких устройствах. Более того, можно докупить еще наборы и увеличить размер картины. Но посмотрите, разве не красота? И можно также докупить отдельно рамку, чтобы картина держалась прочнее и выглядела солиднее. А еще, наконец-то, появились цветные наборы Mozabrik, куда входят 6 цветов кубиков и еще один цвет, черный, появляется за счет основы. Из-за незаполненных полей создается некий 3D-эффект. Если в процессе сборки вы ошиблись, можно воспользоваться специальным сепаратором, тем более в комплекте их теперь целых 2 штуки для более удобной сборки вдвоем. Также в комплекте идут зип-пакеты для неиспользованных деталей, стикер-пак с наклейками и рамка для картины. У меня размер картины S, 51 на 51 сантиметр, и в этом наборе целых 7 тысяч кубиков. А еще есть размер M, где 10 с половиной тысяч кубиков. Его можно сделать как вертикальным, так и горизонтальным. А еще по моему промокоду дается скидка 20%. Ссылка на конструктор Mozabrik будет в описании. С номерами проблема в том, что у меня нет отвертки. Я ремонт делаю в деревне, и я все инструменты практически отвез туда. Кто же знал, что придется раскручивать кейс для гитары? Давайте попробуем сначала вот это, вот эти защелки активировать. Так, я думаю, если я щелкну защёлки, то ничего не произойдет, потому что где-то что-то намертво прикручено. Осталось узнать где. Это не упаковка, а уже пазл какой-то. У меня есть одна отвертка, вот такая, тестер. Не знаю, подойдет или нет. Логично предположить, что надо просто сверху этого, сверху крышки гроба открутить саморезы. Не, ну у меня еще, конечно, есть вот такая вот отвертка. В принципе, если совместить с плоскогубцами, будет рычаг, и мы сможем, да? Ладно, у меня больше нет такой отвертки. Всё, я выкрутил три самореза. Теперь откроется? Как думаете? Сундучок с секретом нахрен. Я же не рассказывал, что за гитара. Вообще ничего про неё не рассказал. Специально держим интригу. И вы, наверное, увидите её раньше, чем я. Ну давайте. Это розовая поролонка. Да, именно это я и... Ладно, ладно, вы мне уж не пошутить ни хрена, сразу начинаете. Всё, теперь точно, давайте. Всё, готовы? Или нет? Или да? Ставь лайк, если готов. Та-дам! Нихрена себе. Вы это видели? Я один это вижу? Это на самом деле? Дополнительные части. И даже инструкция есть. Это выглядит офигенно. У меня нет слов, я не знаю, что делать. Как реагировать, я не знаю. Вы только посмотрите на это. Только взгляните, блин. Ладно, хватит восхищаться. Надо достать её из коробки. Так вот, гитара. Ягуар семиструнный. Цвета какого-то синего. Почему ягуар? Потому что мне всегда нравились мустанги, ягуары и прочие офсеты. А ягуара у меня никогда не было, я всегда хотел. Поэтому, естественно, от формы я долго не думал. Ягуар. Ну разве не прекрасно он выглядит? Ну типа ягуар это идеальная форма гитары, как по мне. Ну типа супер смотрится. Я не знаю, мне всегда нравилось. Почему семиструнный? Тут во всём виноват басист. Понимаете? Басист себе зачем-то купил пятиструнный бас. Ну на какой-то хрен решил купить себе пятиструнный бас. Я смотрю на этот пятиструнный бас и думаю, струна просто так простаивает одна. Зачем? Почему? Причём не какая-нибудь там, а самая толстая, самая жирная, самая басистая. Я подумал, ну значит, начинается новая эра в группе ЖЩЕ. Надо задействовать эту струну. Но чтобы её задействовать, надо чтобы у ритм-гитариста, а это я, была семиструнная гитара. Чтоб можно было соответствующие риффы делать, соответствующие ноты брать и так далее. И я высказал такое пожелание ребятам из For Features и они сделали. И в общем, получилось офигенно. Ну я не знаю, надо же что-то комментировать. Обратная голова грифа, инверсная, как я люблю. Потому что вот так вот гитару реально прикольнее настраивать, чем вот так вот сидеть, крутить. Ну и вообще круче выглядит. Написано Fender, потому что это реально Fender. Где-то там в Краснодарском крае собираются Fender, вы знаете. Fender, Ugo R, For Features, гитар и дальше что-то там ещё написано. Очень интересно. Дальше у нас тут веерные лады, понимаете? Так делают на многострунных гитарах, потому что более толстым струнам, более низким нужна более длинная мензура, как мы можем видеть вот здесь вот. И поэтому расстояние между ладами будет не одинаковое, и поэтому их делают веерными. И очень тоже круто это смотрится. Ну и играть вообще не мешает, если честно. Вы, конечно, можете сказать, у тебя же была восьмиструнка, что ж ты и ей не пользуешься. Ну, восьмиструнка это вообще другое. Типа там уже так происходит, что неудобно играть. Типа гриф слишком толстый, неудобно играть, например, привычными партиями на шестиструнной гитаре и так далее. То есть там это уже для других немного целей, не для моих. А вот семиструнка это, по-моему, идеально. Ну, естественно, тут всякие есть переключатели. Вот этот мой привычный переключатель, который на всех моих гитарах был. Ну, на всех моих гитарах, конечно, громко сказано, типа у меня было две гитары. Мустанг и Фаерберт. Потом Мустанг я модифицировал, чинил, играл на Фаерберде, потом Фаерберт продал. И они обе были красные, я это не специально сделал, поэтому в этот раз хотел лишь бы не красную. То есть, на самом деле, мне не принципиально какие-то там цвета, я хотел какой-нибудь типа Surf Green или другой, там, стандартный Fender-овский цвет. Но главное не Sunburst. Вот Sunburst мне вообще супер не нравится, не знаю, вкусовщина, не вкусовщина, но я вообще не понимаю цвета Sunburst. Тем более он как-то, ну, иногда бывает делают красиво, но почему-то обычно нет. Датчики Fokin 2 и очень много разных переключателей и регулировок, как это подобает Jaguar. Ну, соответственно, стрэп-локи у нас вот тут вот приделывают. Сейчас не буду, чтобы не звенели. Я сначала подключу в комбик, потому что сам хочу послушать, а потом мы в линию тоже запишем, я думаю. Наверное, надо настроить. Но так как я ничего на 7-струнке не придумывал, я себе поставил такую сдачу, типа, весь новый материал для следующего альбома буду делать на 7-струнке. Как, на сколько процентов будет задействован весь потенциал 7-струнки, я пока не знаю. Поэтому никаких вещей на 7-струнке я пока не знаю, но скоро, наверное, будут. Ну, попробуем просто что-нибудь поиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я боялся, что будет непривычно и так далее, но, блин, нормально играется на 7-струнке. То же самое практически, все. Осталось только с настройками разобраться, может, тут что-то подкрутить, чтобы поменьше лязгало, но это всегда, это всегда такой гемор есть. С новыми гитарами. Блин, тут все так классно, я не могу. Смогу ли я сыграть, например, ситуация, да, выхожу на концерт я с этой гитарой, и мне надо играть старые песни, которые не на 7-струнке. Не запутаюсь ли я? Давайте проверим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, возможно. Ну, конечно, 6-я, хочется 6-ю назвать. Седьмая струна иногда звучит непроизвольно, надо как-то придумать, как-то глушить, переучиваться, может быть, по струнам вот так вот, или вообще все песни перекладывать теперь, я не знаю, столько всего, интересно. Ладно, я пока играл, даже примерно понял, что какие рычажки делает, но чтобы все было достовернее, давайте подключимся к компу, запишем все по-честному и почитаем инструкцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту часть видео я решил переснять, потому что вчера я что-то не смог разобраться с ходу со всеми настройками и какую-то там жижу наговорил, непонятно ничего. Ничего страшного, я проконсультировался, поизучал и все понял, наконец-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, основное, естественно, трехпозиционный переключатель, то есть нэк, два сразу, бридж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть разница. Что из прикольного, тут есть лоу-кат. Вот эта штука срезает низкие частоты, и у нас получается лоу-фая гитара сразу же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересная штука, можно какие-то интрухи вживую пилить, типа сначала у нас лоу-файный звук, потом бич, и начинается нормальное рубилово с низкими частотами. Так, ну тут понятно, громкость тон, но это не только громкость тон, это еще полноценные отсечки, пуш-пулы. То есть вот так они делают, наверх и вниз. Видно, да? То есть, например, включаем нэк. Нэк у нас хэмбакер, как мы можем видеть, да, не слепые люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но включаем отсечку, и у нас получается сингл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть еще интересная функция, вот эта кнопка. Она включает у нас звучки параллельно. Теперь у нас оба звукоснимателя в параллельной схеме, и, соответственно, вот эта штука уже ни на что не влияет. Трехпозиционник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже какие-то свои нюансы звука. Это, на самом деле, очень полезные настройки. Кажется, что, типа, разница небольшая, но это очень полезные настройки, когда даблтреки, например, пишешь. Надо записать несколько гитар, чтобы они немножко по звуку отличались. И тут вообще, типа, хоть 10 гитар записывай на одной и той же, причем гитаре, и будет всегда разный звук. Потому что есть еще супернастройка. Это вот эти два колесика. Это очень медленная отсечка, я так это называю. То есть, например, включим нэк. И сейчас она у нас в режиме хамбакера. Но мы можем, например, это колесико скрутить до конца, и она станет в режиме сингла. Тут уж сразу слышно разницу. Не прикидывайтесь. И мы можем потихонечку добавлять вторую катушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И то же самое с бриджом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть можно найти звук, какой хочешь. Ну и, соответственно, в двух положениях мы включаем два звукоснимателя сразу, и что-то там еще накручиваем, понимаете? И получается какой-то всегда неизвестный звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие, кажется, нехитрые настройки, но, на самом деле, прикольно сделаны. Прямо гитара, а целый космический корабль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще прикольная фишка – регулировка анкера прямо в грифе. Теперь у нас ладов просто дохренища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА